МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Летом 2013 года средства массовой информации распространили сообщения. На Луне больше нет американских флагов. Точнее, флаги-то есть, но на них нет звездно-полосатой символики. Краска выгорела под воздействием яркого Солнца. Этот забавный факт еще раз заставил вспомнить один из самых популярных споров. Были ли американцы на Луне? Сегодня его вполне можно списать на чувство зависти. Ведь лунную гонку мы проиграли. Но версия о том, что полет астронавтов на спутник Земли фальшивка, популярна до сих пор. И у ее сторонников немало аргументов. Эти кадры в июле 1969 года облетели весь мир. Астронавт Нил Армстронг первым ступил на поверхность Луны. Но именно по этим и другим архивным пленкам следующих трех лет, а также фотографиям, некоторые эксперты сделали вывод. Полет американцев – фальсификация. Сейчас, когда через интернет стали доступны фотографии НАСА, вдруг многие с ужасом увидели, что большинство фотографий фейковые. То есть это либо съемка каких-то макетов, кукол, или реальных людей на фоне большого экрана, но не на Луне. То есть что это съемка в павильоне. И есть очень много фактов, которые говорят, что это именно павильонная съемка, а не съемка в условиях глубокого вакуума. Сторонники теории фальсификации считают, Национальное космическое агентство США действительно очень долго работало над межпланетным кораблем. Но все попытки лунного десанта потерпели фиаско. И в итоге пришлось обойтись фальшивкой. Ракета «Сатурн-5» – настоящая лунная ракета не была создана. Вместо «Сатурна» сделали макет ракеты. Это принятая практика. То есть она имеет те же габариты, но мощность гораздо-гораздо меньше. И такая ракета не могла выйти даже на орбиту. Она могла долететь, скрыться с глаз долой, эффектно стартовав, и упасть в Атлантику. В битве за космос СССР и США не жалели ни финансовых, ни людских ресурсов. Советский Союз дважды праздновал победы. Первым запустил искусственный спутник, а чуть позже на космическую орбиту отправился Юрий Гагарин. Этот полет многие ученые считают более значимым для человечества, чем высадка на Луну. Это был вопрос престижа государства. Показать, что наше социалистическое государство, которое строит коммунизм, имеет намного больше перспективы, чем Запад. И поэтому в этой гонке достижений под флагом «Кто лучше?» мы, конечно, выступили первыми и очень даже успешно. Настолько успешно, что американцы просто чуть не лопнули от зависти. В ответ Штаты бросили колоссальные средства на лунную программу. У СССР такой задачи не значилось. Тем более, что советские радиоуправляемые модули уже побывали на Луне. Но главная причина – Луна никуда не денется. Присвоить ее невозможно. Конечно, если бы сейчас действовало право первого захватчика, вот как вот при открытии Америки, кто высадился, кто поставил свой флаг на берегу, тот уже и владелец всей Земли. Тогда, конечно, и наше бы правительство бросило все существующие ресурсы с тем, чтобы побывать на Луне первыми. Но, к счастью, Луна является незахватываемой территорией. Никто не имеет права там сказать, что это мое. Стартом лунной американской программы стала речь президента Джона Кеннеди. Он ставил задачу покорения Луны исключительно как политическую. Это был период, когда Советский Союз обгонял американцев по всем фронтам. В своих расчетах оптимальной траектории полета на Луну американские ученые использовали формулу советского основоположника космонавтики Юрия Кондратюка. Еще в 20-е годы прошлого века он на собственные деньги издал книгу, где детально описывал полет на Луну. И в библиотеке Конгресса США был организован специальный отдел, куда собрали всю российскую и советскую литературу по Луне и перевели. Но когда ее перевели, когда вот американцы прочитали, они увидели, что задача решается одной ракетой. Именно эти расчеты и легли в основу лунной программы «Аполлон». Вот полет на Луну, который осуществили американцы, но я имею в виду с баллистической точки зрения, как выводится на орбиту около Земли, затем с орбиты около Земли переводится на орбиту вокруг Луны, как стыкуется, растыкуется. В том числе и американцы сами называют, что это орбита Кондратюка. Никто не сомневается, автоматические американские станции были на Луне. Но вот были ли там люди? Астронавты, по мнению скептиков, лишь разыграли свое присутствие на искусственном спутнике Земли, используя реальные фотографии. Взгляните внимательно на лунный модуль. Он слишком мал не то, что для трех, а даже для двух человек. Два астронавта в скафандрах туда внутрь поместиться никак не могут. Если мы посмотрим внутренне, что находится внутри модуля, то уместить туда еще двух человек фактически невозможно. Они не смогут там развернуться никак. А им нужно входить, выходить. Потом через люк им нужно было к командному модулю пристыковаться. А здесь нету даже переходного отсека, стыковочного отсека. Какой бы мы этап не взяли, взлет с Земли, стыковка, приземление, высадка на Луну, мы везде видим, что все это ненастоящее. И куда уж на таких фотографиях без монтажа? Вот этот вот флаг и отражение в шлеме – это другая фотография. Здесь монтаж двух фотографий. Если мы изменим яркость, то увидим границы маски. Это вот один снимок, это второй. То есть этот снимок показывает механизм, как создавались американские некоторые вот эти снимки Аполлоновские. Что это монтаж двух кадров, снятых в двух разных объектах, в разных местах совершенно. Еще одна претензия – отсутствие звезд. Их должно быть хорошо видно. Однако у людей, уверенных в полете американцев, свое мнение. Физических законов никто не отменял. Почему нет на сделанных снимках звезд? Потому что звезды там настолько слабы, что экспозиции просто не хватало для того, чтобы они были зафиксированы. На тех снимках, которые делались с большой выдержкой, звезды появлялись, все нормально. То же самое касается и теней, которые лежат на поверхности Луны в произвольном порядке. Есть такие снимки, когда мы видим лунный ландшафт, тень от космонавта, который снимает, ну раз тень мы видим, то есть Солнце у него сзади, и вокруг его головы, ну где у него там фотоаппарат, ну где-то он ниже был на самом деле, вот такой вот светлый ореол, ну а дальше все темнеет. Вот на Земле вы такого, ну не найдете места, где бы можно было встать спиной к Солнцу и снять так, чтобы вокруг вашей тени был такой ореол. Это только лунный эффект. Физика и оптика, помноженные на космический вакуум, и никаких странностей. Главный советский космический конструктор Сергей Королев разрабатывал не только теорию, но и практические вопросы лунного десанта. Как же так вышло, что СССР в лучшие свои годы отказался от полета на Луну? Ведь тогда советские космонавты летали в космос десятками. Инженеры конструкторского бюро в первую очередь разрабатывали эшелонированную систему спасения человека. В Советском Союзе не хотели рисковать жизнями космонавтов. Эта система была разработана. У нас даже уже был запущен на орбиту вокруг Земли спасательный аппарат на случай выполнения миссии на Луну. К сожалению, случилась неудача с запуском этой ракеты Н-1. Мы просто не успели довести до конца. Первым советским астронавтом должен был стать Валерий Быковский. Инженеры готовили для него специальный костюм для максимальной загрузки аппаратуры. Как-то, значит, я был на одном совещании инженера, говоря, вот мы еще космонавта нагрузим бурильной установкой. А как его нагрузить? Вот так вот, вручную. Можете себе представить, какими словами на это выразился. Человек, который и так, в общем, вот, ну, очень на грани риска ходил. Ему еще крутить. Провалить эту миссию было нельзя. Союз моментально бы потерял лидирующие космические позиции. И важным политическим шагом стал отказ от полета советского астронавта на Луну. Партия отказалась от дорогостоящей программы и переключилась на земные дела. А американцы тем временем демонстрировали почти 400 килограммов лунного грунта, которые они якобы доставили на Землю. Но далеко не все этому верят. Они маленькие камешки, вот эти маленькие, стали запаковывать в шары такие, которые нельзя разбирать. И в таком виде демонстрируют их в музее. Поэтому никто не знает, то ли это действительно лунный грунт, то ли это просто обыкновенные метеориты, но с Луны, лунные метеориты, которые были найдены, например, в Антарктиде. Большинство ученых не сомневаются, американцы были на Луне. Несколько раз. А все, кто сравнивает фотографии, видеопленки и строит догадки, пытаются заработать очки и стать авторитетными специалистами безо всяких на то оснований. Это мнение совершенно некомпетентных людей. Потому что американцы действительно овладели очень высоким искусством, космической техники. Они действительно посылали несколько экспедиций на Луну, которые успешно выполнили. Ну, за исключением Аполлона 13-го, который, в общем-то, в силу некоторых случайностей им удалось выжить. О смертях американских астронавтов у некоторых экспертов особое мнение. Так правительство США заранее начало подготовку к фальсификации полета. В 1967 году погибли 11 человек. В то время как за предыдущие три года всего три человека. Вот такой резкий всплеск смертности указывает на то, что, видимо, среди отряда астронавтов проводилась чистка. Убирали незагласных, болтливых, ну, наверное, и, может быть, стоит еще добавить, что убийство по политическим мотивам в Америке и сегодня, и тогда вещь была совершенно обычная. Во время полета на Луну американцы транслировали прямой сигнал из космоса, который принимали спутники сразу нескольких стран. В том числе и советские космические станции слежения за космосом. Ну, все сидели, наши ребята, и все смотрели, как Нейл Амстронг полилуняется. Вне зависимости от американцев. Там, говорят, павильон построили и так далее. Ну, чушь. Потом наши принимали сигнал с Луны. Дальше мы принимали все полеты до этого. И Аполл-8, и 9, и 10, так, которые были здесь. И это было, кстати сказать, в Москве все транслировалось. Это скрыть невозможно. Однако, верящие в мистификацию указывают на другой факт. Трансляция шла через американское космическое агентство. Они разрешили миру ознакомиться с полетами на Луну только через НАСА, только по той информации, которая представляет НАСА. А когда наши радиоразвитетные суда постарались проверить, по той ли трассе, что, говорит, НАСА, летят якобы лунные ракеты, американцы мобилизовали свой военный флот 15 кораблей, самолеты радиопомех, радиоэлектронные станции помех, и всячески глушили работу наших радиосудов. Правительство США не пожалело денег, чтобы заглушить все посторонние сигналы. На фоновую завесу было потрачено 230 миллионов долларов. Российские ученые оспаривают и эту версию. Очень просто определить, что этот сигнал идет действительно с Луны, а они откуда-то там с поверхности Земли транслируются спутником. Связь с Луной обеспечивалась узконаправленными антеннами, то есть тут спутать было невозможно. Но как же быть с киносъемками? Почему камера, которая должна быть статична, так трясется? Это видно, что снимали в павильоне, специально ударили по штативу, чтобы камера тряслась сильно, и снимали на скорости порядка 60 кадров в секунду, чтобы потом замедлить, и все движения, как бы пыль, реголит, лунная пыль вылетает из-под колес, так в замедленном действии, как будто бы действие происходит на Луне. Почему кадры экспедиции Аполлон-16 выглядят так неестественно? Если внимательно приглядеться к этому видео, то можно заметить, что на самом деле снимается небольшая модель, радиоуправляемая, на которой сидит кукла сантиметров 30, и эта кукла все время держит руку неподвижной, вот так вот. И главный аргумент, американцы в постановочном фильме о полете на Луну так и не смогли изобразить лунное притяжение. Вот так вот должен бы прыгать астронавт на Луне, то есть выше своего роста где-то в два раза, метра на два с половиной. Если не в два, то... А это вот так происходит человек на Земле. Советские ученые, опираясь на полученные образцы лунного грунта, не сомневаются и сегодня. На кадрах видеосъемки поведение грунта под ногами астронавтов вполне естественно. Он очень по своему поведению очень похож на мокрый песок. Хотя мы знаем, что Луна безводна и сухая, но на Луне мы имеем глубокий вакуум. И вот спекание частиц, мелких частиц глубокого вакуума порождает примерно тот же эффект, когда на Земле вот такие частицы песка слипаются в результате того, что они пронизаны влагой. Единственный вопрос, который так и остался без ответа, это неожиданное увольнение генерального конструктора НАСА Вернера фон Брауна. Не прошло и трех лет после запуска на Луну, как его выставили за дверь космического агентства. Я думаю, что фон Брауна, поскольку он не смог сделать эту ракету лунную, некоторое время использовали как свадебную генерала на церемонии встречи астронавтов, так? А затем, когда он стал не нужен, уволили. И это, как настоящий конструктор, он не мог не мечтать о том, чтобы сделать настоящую ракету для настоящего полета на Луну. А кому нужны такие работы? Опять пойдут испытания, пойдут взрывы, развалы ракет. Это расходилось с интересами элиты США. Успокаивает одно. Ни одна страна еще не добилась выдающихся результатов, чтобы говорить о полетах в космос как о путешествии хотя бы на соседний континент. Можно исследовать космос, можно долететь до Сатурна и даже дальше, но это еще не освоение космоса. Освоение космоса начнется тогда, когда люди смогут работать и жить по долгу на освоенных территориях и более того, для своего жизнеобеспечения использовать местные ресурсы. и в этом направлении ни Россия, ни Америка, ни какая бы другая держава еще не сделали решающих шагов. Недавно россияне побывали в той самой пустыне, где расположены американские базы для подготовки к космическим полетам. Так может быть вскоре наши космонавты пройдут по следам американских коллег? Будем считать, что эти следы на Луне все-таки есть. надеюсь.